Какую траву можно давать бройлерам? Если нужно выбрать хорошую мясную породу кур, бройлеры будут одним из лучших вариантов. Как известно, на втором году жизни они обычно набирают вес равный полутора или двум килограммам. Выращивая этих птиц в домашних условиях, нужно обращать особое внимание на их питание. Для того, чтобы бройлеры росли здоровыми, необходимо выполнять рекомендации по их правильному кормлению. Нужно знать, какую траву можно давать бройлерам. Кормление в домашних условиях Если было выбрано выращивание бройлеров, важно учитывать, что для них необходимо создать соответствующие условия. При этом нужно помнить, что уход за ними осуществляется иной по сравнению с обычной птицей. Обычно кормление следует по определенной схеме. Ее целью является ускоренный набор массы птиц. Считается, что она состоит из четырех ступеней. При старте это первые пять дней жизни цыпленка. Старт после окончания предыдущего этапа до истечения 18 суток. От корм в этот период времени входят дни с 19 по 37 финиш. Этот отрезок времени начинается с 38 суток. И продолжается до убоя птицы. Во время кормления нужно следить за выверенным практикой и полезным соотношением между потреблением корма и воды. Оно составляет 1 к 1,7. Кормление бройлеров травой вода для бройлеров всегда должна быть свежая и чистая. Рекомендованная температура составляет от 18 до 22 градусов. Нужно понимать, что с рождения этих птиц кормят максимально эффективным образом, учитывая их способность усваивать пищу. В разном возрасте ежесуточно требуется различное количество кормлений. В свою первую неделю жизни птенцу нужно давать еще 8 раз в течение каждых суток. Следующая неделя требует менее интенсивного кормления, только 6 раз. На третьей неделе количество кормлений сокращается до 4. С начала четвертой недели и до убоя кормить достаточно 2 раза каждый день. Одним из вариантов откармливания бройлеров является использование комбикорма. В течение первой декады нужно готовить цыплятам микрогранулы. Можно кормить просеянной крупкой из комбикорма. С 11 по 24 дни комбикорм дают гранулами размера 2-3,5 мм. После этого и до того, как будет производиться убой, можно использовать грубый помол или брать комбикорм с гранулами размером 3,5 мм. При бройлерном откорме особенно важны первые 5 суток жизни цыплят. Если в это время будет сделано ошибкой при составлении рациона, последствия могут быть достаточно серьезными. В некоторых случаях весь выводок может погибнуть из-за неправильного кормления. Комбикорм для куриц нужно следить за тем, чтобы пища была способна легко растворяться в воде. В это время рацион цыплят может состоять из овсяной крупы, вареных яиц, пшена, пшеницы, мелкодробленой овса, ячменя. Начиная с пятых суток, рекомендуется разнообразить рацион мелко нарезанной зеленью. Ее требуется на каждого цыпленка по 5 грамм. Дополнительно в это время в рацион добавляют продукты, которые содержат белок. Для этого можно использовать простоквашу, молоко, творог. Когда наступает 20-е сутки, 80% прежней нормы пшена продолжают давать бройлерам, а вместо оставшихся 20% в рацион вводят вареный картофель. Также будет полезен подсолнечный жмых. Принято использовать смешанки. В качестве хасновы обычно выбирают простоквашу или бульон, куда обычно добавляют рыбу или хлебные дрожжи. Картофель вареный добавление цикория способствует улучшению переваривания пищи у бройлеров. На финишном этапе в рацион добавляют более сочные корма, можно использовать макуху. Обычно убой птицы происходит после окончания трех месяцев выращивания. Важно заметить, на обычном корме, как бы он ни был обилен и разнообразен, бройлер не получит необходимый ему комплект витаминов и микроэлементов. Поэтому для успешного выращивания в рацион необходимо добавлять комбикорм. При кормлении не рекомендуется использовать свеклу. Это связано с тем, что на желудок птицы она оказывает слабительное действие. Если в рацион входит рыба, она обязательно должна быть свежей, чтобы у птиц не вызвать расстройство желудка. Можно ли кормить травой? По сравнению с обычными курами, бройлеры более требовательны и нуждаются в особом уходе. Малейшие ошибки при обеспечении их питания могут привести к заболеванию птицы. Поэтому прежде, чем вводить те или иные виды корма, нужно внимательно изучить, какую пользу или вред можно от них ожидать. Существует устойчивая точка зрения, состоящая в том, что невозможно качественно вырастить птицу с использованием натурального корма и витаминах добавок. Обычно считается, что наращивание веса невозможно без использования гормональных средств, а проведение лечения, без применения антибиотиков. На заметку, однако практика опровергает невозможность при выращивании бройлеров употреблять простую еду. В первые дни будет полезен отвар из луковой шелухи хвойных иголок. В этом случае упор можно сделать на применение травяной пищи из лаков. Известно, что эти виды еды способны дать полный набор нужных минералов и витаминов. Учитывая полезность такой пищи, нужно понимать, что трава для бройлеров не только допустима, но и весьма полезна. Однако при этом нужно хорошо разобраться, какую именно зелень и в каких случаях нужно давать этой птице. В специализированные магазины одним из простых способов является покупка готовой, специально составленной смесь в одном из специализированных магазинов. В ней уже присутствуют необходимые витамины и добавки. В смесь нужно добавить измельченные мелые ракушки. Это является важным для обеспечения организма птицы кальцием. Какой травой кормить бройлеров? Считается, что на первые-вторые дни после рождения птенцам нельзя предлагать зелень. С третьего дня ее можно включать в рацион. Однако, нужно помнить, что можно кормить птенцов только нежной зеленью. Вот какую траву давать бройлерам можно до месяца. Особенно полезна, если она будет свежая. Перед употреблением траву необходимо мелко нарезать. Затем ее добавляют в качестве витаминной добавки в кормовую смесь. Количество зелени обычно рассчитывают, исходя из того, что для взрослой птицы в сутки достаточно употреблять ее в количестве 6 граммов. Совет. Часто траву добавляют в мешанку из овсяной или ячменной муки, перемешанных с пшеничными отрубями и простоквашей. Когда бройлеров растят летом, то найти свежую траву нетрудно. Теперь разберемся в том, как быть с ней. Если планируется выращивать эту птицу в холодное время года, в такой ситуации принестись. У лицу зеленую траву вряд ли получится, однако, можно прорастить зерно и накормить бройлеров ростками, предварительно измельчив их. Другим вариантом может быть использование травяной муки. Ее нетрудно приготовить самостоятельно, например, крапивную. Ее можно также купить в магазине. В последнем случае травяную муку можно давать птенцам не ранее пятого дня. В это время не рекомендуется давать более, чем 3 грамма в течение дня. Это ограничение связано с наличием клетчатки в этом продукте. Через несколько дней разрешается перейти на норму, составляющую 5 грамм в день. Когда бройлер месячный, в пищу можно будет добавлять большее количество травы. В этом возрасте птицы более неприхотливы в вопросах питания. С этого возраста принесут пользу несколько разных видов зелени. Это может быть, например, люцерна. Считается, что наиболее полезными будут крапива, клевер и листья редиса. Молочай воспринимается бройлерами как лакомство. Совет опытных птицеводов. Когда бройлеров кормят травой, важно помнить, что есть как полезные растения, так и те, которых надо избегать. Крапива для бройлеров считается одним из наиболее полезных растений. В ее составе имеется немало полезных веществ. Витамины А, В, Е, аскорбиновая кислота, вещества, улучшающие пищеварение, ускоряющие рост. Вот как давать крапиву бройлерам. Перед тем, как начать готовить крапиву, надо ошпарить ее кипятком. Измельченные листья рекомендуется перемешивать с добавкой. Это является одним из способов, как давать жмых бройлерам. Крапива считается, что крапива для птицы будет наиболее полезна в течение 6 часов после того, как была скошена. В дальнейшем она постепенно будет терять свои полезные особенности. Рекомендуется активно использовать в рационе не только жмых для бройлеров, но и клевер. Он полезен бройлерам тем, что содержит в своем составе немало белка. Если в рационе использовать свежескошенные травы, добавлять зерновые или бобовые культуры, это может организовать качественное питание. Однако существуют растения, употребление которых для бройлеров опасно. К их числу относятся цикут, куколь, черемица. Эти растения могут привести к гибели птиц. Также не рекомендуется к употреблению картофельные листья и цветы, зеленые помидоры, лопух для бройлеров, бузина, можжевельник. Если бройлеры на выгуле и сами выбирают травку, ограничивать их не требуется. На инстинктивном уровне они способны правильно выбирать траву для своего питания. На вопрос о том, можно ли кормить бройлеров травой, есть только один ответ. Использовать травы для кормления бойлеров не только возможно, но и полезно. Однако нужно остерегаться давать вредные растения. Травы содержат необходимое количество веществ, которые нужны для полноценного развития этих птиц.